В Хаскеле имеется интересная возможность создавать бесконечные структуры данных, например, бесконечные списки, и работать с такими бесконечными структурами. Каким образом мы вообще можем работать с бесконечными структурами? С одной стороны, мы понимаем, что такую бесконечную структуру выводить на экран довольно бессмысленно, потому что вывод бесконечной структуры займет бесконечное время. С другой стороны, оказывается, что ленивая природа языка позволяет нам все-таки работать с такими структурами позволяет довольно ловко использовать и бесконечность их, и возможность эту бесконечность ограничить, превратив в какой-то момент бесконечную структуру в конечную структуру, обрезывая с помощью разных техник. Давайте взглянем на то, как мы вообще можем бороться с расходимостями в Хаскеде, и какие в ней расходимости бывают. Мы знаем, что есть незавершающиеся программы. Давайте пример такой программы рассмотрим. Итак, давайте определим стандартную незавершающуюся функцию, которая у нас уже была. Эта функция называлась bot, и мы ее определяли следующим образом. Это рекурсивно определенная функция, и за использованием node эта функция имеет boole в тип, поскольку node имеет тип из boole в boole. И поскольку у нас нет терминирующего условия рекурсии, то при запуске этой функции она уходит в бесконечный цикл. Вот я запускаю bot, и моя программа ничего не выводит, зависает. Единственное, что я могу сделать в интерпретаторе, это прервать ее исполнение. Давайте теперь попытаемся подобным же образом определить бесконечный список. Бесконечный список единиц. Ну, как это можно сделать? Мы говорим, что это должен быть список, значит мы должны использовать конструктор списка. Поскольку терминирующего условия у нас нет, нам достаточно одного конструктора, двоеточие. Поскольку с этим список единиц мы туда должны добавить единицу в голову, и дальше рекурсивно вызвать нашу функцию once. Таким образом, при раскрытии этой функции, когда она используется при подстановке, здесь будет вместо этого once, будет подставляться вот это определение. На следующем шаге опять подставляется определение, и у нас получится бесконечный список единиц. Ну, тип этой функции. Это список целочисленных значений. Если мы запустим эту функцию, вызовем ее, а вызов здесь означает, что мы хотим предъявить эту функцию на консоли, то есть осуществить вывод результата выполнения этой функции, то мы увидим вот такую вот безобразную картину. У нас действительно конструируется бесконечный список единиц. Если бы я не прервал выполнение этой программы, то она работала бы все время. То есть эта программа расходящаяся. Но в отличие от предыдущей расходящейся программы, которая просто зависала и ничего не делала, ничего не выводила, эта расходящаяся программа является продуктивной. То есть за каждый конечный интервал времени она выполняет какую-то работу по выводу единицы на экран, после этого делает следующий шаг рекурсии, опять выводит единицу, опять делает следующий шаг рекурсии и так далее, и так далее. То есть функции, которые выводят какой-то частичный результат через конечный интервал времени, называются продуктивными. И та и другая функции являются расходящимися. Но оказывается, ленивая природа Хаскеля позволяет работать с продуктивными расходящимися функциями довольно эффективно. Давайте определим сначала еще одну функцию, с которой будет более интересно работать, потому что работать со списком единиц, конечно, неинтересно. Определим функцию, которая конструирует нам бесконечный список натуральных чисел. Начиная с некоторого числа n. Мы определяем функцию, которая зовется NATS, передаем ей начальное значение, а дальше рекурсивно вызываем ее, то есть помещаем значение n в голову нашего списка и дальше подсоединяем рекурсивный вызов нашей функции NATS на значении на единицу большей. Вот такая вот функция тоже конструирует нам бесконечный список, но этот бесконечный список будет уже конструироваться, начиная с некоторого числа n, и каждое следующее значение будет увеличиваться на единицу. То есть вызов NATS от, скажем, 5 тоже даст нам расходимость, продуктивную расходимость, но давайте, вот я успел нажать Ctrl-C, когда мы дошли уже почти до 21 тысячи. Итак, вот наша функция NATS. Я ее определю еще раз, чтобы она была видна. И теперь давайте мы посмотрим, каким образом мы можем работать с этими бесконечными конструкциями. Конструкция NATS от 5 давала список 5, 6 и так далее. Но у меня есть функции в Haskell, которые позволяют брать часть списка. Например, функция TAKE. Если я, например, возьму первые 10 элементов нашего бесконечного списка, то я обнаружу, что наш бесконечный список утратил свою бесконечность. 10 натуральных значений было взято, и после этого расходимость пропала. Это связано с тем, что Haskell имеет ленивую природу, и вычисления происходят только тогда, когда они необходимы. А функция TAKE определена таким образом, что в некоторый момент необходимость в вычислениях прекращается, и вычисления завершаются. Давайте поймем, как все это работает на примере более простой функции, чем TAKE, на примере функции HEAD. Выполним следующий вызов. Функция HEAD, вызванная на NATS от, скажем, 42. Ясно, что NATS от 42 даст нам бесконечный список 42, 43, 44, 45, 46, а функция HEAD вернет всего лишь голову списка, то есть элемент 42. Давайте взглянем, какая последовательность редукции приводит нас к такому результату. Определение функции NATS у нас перед нами. Нам еще потребуется определение функции HEAD. Оно здесь записано, оно очень простое. Функция HEAD реализована с помощью сопоставления с образцом. На пустом списке она ведет себя одним образом. На не пустом списке она просто возвращает значение X. Давайте теперь посмотрим, каким образом редуцируется то выражение, которое я набирал в интерпретаторе. HEAD от NATS 42. Мы знаем, что порядок вычислений у нас нормальный, то есть у нас начинается, сокращается самый левый внешний редекс, то есть у нас происходит попытка подстановки функции HEAD. Однако у нас функция HEAD определена через сопоставление с образцом. Поэтому что нам нужно подставлять? Первое уравнение или второе? Пока неизвестно. Хаскель, прежде чем выполнять подстановку, должен выбрать, какое же уравнение соответствует нашему конкретному вызову. Для того, чтобы выбрать, он должен понять, пустой у нас список или не пустой, осуществить сопоставление с образцом. Аргументом функции HEAD служит вызов некоторой функции NATS 42. Таким образом, для того, чтобы понять, какой из образцов является подходящим, нам необходимо начать вычислять функцию NATS от 42. Иначе принять решение о подстановке невозможно. Таким образом, образцы дают некоторую энергичность, они форсируют некоторые вычисления аргументов. Когда функция вызывается на конкретном аргументе, у нас есть сопоставление с образцом, то этот аргумент должен быть доведен до формы, соответствующей либо одному образцу, либо другому. Здесь у нас пока есть вызов функции, которая, конечно, возвращает список, но какой список? Мы-то знаем, что он не пустой. Но Хаскель, для того, чтобы это выяснить, должен запустить функцию NATS. Функция NATS устроена следующим образом. Вот она перед нами. Для того, чтобы начать вычислять функцию NATS, нам нужно выполнить здесь подстановку вместо формального параметра 42. И тогда вот здесь у нас появляется 42, здесь 42 плюс 1. Вот первый шаг, который необходим для того, чтобы выполнить сопоставление с образцом. Это подстановка, некоторое начало вычисления функции NATS. До какого момента происходит это вычисление? Оно происходит только до того момента, как станет понятно, какой образец здесь используют. Мы видим, что здесь использован вот этот вот конструктор. Конструктор двуэточия. Раз конструктор двуэточия, функция HAD говорит достаточно. Ну, то есть она, конечно, ничего не говорит, просто Хаскель лениво выполняет все действия. А функция HAD обнаруживает, что использован первый образец. После этого она делает следующее. Она связывает переменную x со значением 42, раз выбран этот образец. xs переменная связывается с отложенным вот этим вот вычислением. И после этого выполняется уже подстановка определения функции HAD после сопоставления с образцом. Здесь у нас правая часть HAD – это значение x, которое связано с значением 42. Поэтому у нас получается результат 42. И все. Результат у нас уже вычислен. Дальнейшие действия невозможны, потому что у нас больше нет редексов. Вычисления вот здесь, вот вычисления xs, просто не запускаются, потому что они не нужны. Таким образом, сопоставление с образцом хоть и вносит некоторую долю энергичности, однако доля энергичности заканчивается там, где мы получаем слабую заголовочную нормальную форму. А конструктор – это действительно слабая заголовочная нормальная форма, как мы помним. Дальнейшие вычисления в рамках вот этого вот конструктора у нас не происходят. Таким образом, конструктор является некоторым барьером, который останавливает дальнейшие вычисления. Хаскелю больше ничего не нужно знать про значения, которые здесь присутствуют, для того, чтобы выбрать нужное уравнение в сопоставлении с образцом. Если бы у нас здесь было значение не 42, а какое-то другое, например, сумму вычисления, то это вычисление бы не форсировалось. То есть вот следующий пример показывает тот же самый вызов, но здесь в качестве аргумента у нас находится некоторая сумма 40 плюс 2. Теперь после первого шага, после вызова функции NATS, у нас происходит связывание функции NATS N с незавершенным вычислением, с санком 40 плюс 2. Ну, здесь у нас тоже происходит связывание N с 40 плюс 2. Вот такая вот конструкция у нас возникает, и опять, получившись выражение, находится в слабой заголовочной нормальной форме. Мораль здесь такая, когда у нас происходит сопоставление с образцом, то аргумент вычисляется до того, как станет ясно, что здесь имеется нужный образец, но не более того. Вычисления 40 плюс 2 в этот момент не происходят. Они происходят после того, как вызывается функция HEAD. Она возвращает нам, конечно же, в соответствии с определением функции HEAD, значение X, то есть 40 плюс 2, и уже в самый последний момент у нас происходит редукция этого выражения, встроенного плюса, до ответа значения 42. Итак, мы видим, что в Haskell имеется возможность создавать бесконечные структуры данных. Ну, мы познакомились с этим, например, в бесконечных списках. Более того, мы в Haskell можем писать обработчики этих бесконечных структур так же, как мы писали обработчики для конечных структур, использовать те же самые функции для того, чтобы обрабатывать бесконечную структуру. Мы можем взять бесконечный список, применить в ней какую-то функцию filter, map и так далее, и получить другую, возможно, бесконечную структуру. Потом, с помощью еще каких-то преобразований, получить третью бесконечную структуру и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы можем работать с бесконечными списками точно так же, как с конечными. Нам даже не нужно думать о том, что этот список бесконечен. Единственное, о чем нужно думать, когда мы работаем с бесконечными конструкциями, что когда мы хотим получить результат, вывести что-то, то мы должны пользоваться некоторыми функциями, которые превращают бесконечную конструкцию в конечную. Функциями типа head, take while, take, ну и еще целый ряд функций, которые позволяют нам откусить какую-то конечную часть от бесконечного списка. Давайте посмотрим, как это работает на примерах. У нас имеется функция nuts, мы можем сконструировать список натуральных чисел, начиная с единицы, вот следующим образом, nuts от единицы. Это, конечно, бесконечный список, однако мы можем на основании этого бесконечного списка построить другой бесконечный список, например, бесконечный список квадратов всех натуральных чисел. Что для этого нужно сделать? Нам нужно просто на этот список отобразить с помощью MEPA функцию возведения в квадрат. Вот эта вот конструкция представляет собой бесконечный список квадратов натуральных чисел. Мы можем присвоить ему имя. И это полноценная функция. Мы можем спросить про ее тип. Ну, это функция нуля аргументов, то есть это некоторая константа. Но это бесконечная константа, бесконечный список значений целочисленного типа. Для того, чтобы работать с этим бесконечным списком, чтобы вывести какой-то его, естественно, нужно обратиться к какому-то куску этого списка. Ну, например, мы можем взять функцию take10 от этого бесконечного списка и получить первые 10 квадратов натуральных чисел. Можем взять большую часть. Получить первые 20 квадратов натуральных чисел. И так далее. Сам по себе squares – это бесконечная структура данных. Ну, точнее говоря, она бесконечная в смысле вывода. А внутри, естественно, это просто рекурсивное определение, не терминирующееся. Но эта рекурсия останавливается в нужный момент тогда, когда мы запускаем ее вычисление и говорим при этом, что у нас есть момент остановки, связанный с механизмом сопоставления с образцом. Функции стандартной библиотеки типа MEPA, TECA и так далее заточены для работы с бесконечными структурами данных. Они настолько ленивые, насколько это возможно. Поэтому они всегда предоставляют возможность остановиться в процессе рекурсии и прекратить вычисления тогда, когда это необходимо.